Приморский краевой суд сегодня вынес решение перенести рассмотрение по существу резонансного дела между коммерсантами Владивостока и властями Приморья. Весь цербор из-за постановления администрации края двухлетней давности, согласно которому бизнесмены должны сами осуществлять перерасчет арендной платы за занимаемую собственность. Однако с 22 августа 2016 года такая обязанность возложена на арендаторов, то есть они должны самостоятельно это делать и соответственно платить уже по новым ставкам. К слову, Приморский край – единственный регион, где эта обязанность лежит на плечах предпринимателей. В остальных субъектах России этим занимаются чиновники. Получилось так, что бизнесмены, которые своевременно и исправно носили платежи, но не были предупреждены об изменении арендной платы, оказались должны в краевую казну до 100 миллионов рублей. Ну а Краевой департамент земельных и имущественных отношений долго принимал их платежные ведомости, не выдвигая претензий. В конце 2017 года ведомство стало обращаться в суд с исками, требуя взыскать долги. Сейчас у нас два таких дела в Приморском краевом суде. Сегодня суд их объединил в одно производство и рассмотрение дела будет 24 апреля этого года. Ситуация давно знакома правозащитникам, в том числе уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марине Шемилиной. Выходит, сегодня арендаторы, а это часто не предприниматели и бизнесмены, а обычные люди, владеющие небольшими соточками земли в Приморском крае, должны сами следить за всеми нововведениями в законодательстве, в регламентах и порядках, не изменился ли где-нибудь коэффициент или формула расчета, затем самостоятельно по сложным схемам вычислить сумму, которую должны в итоге платить. При этом исполнительный орган, прекрасно зная о сроках исковой давности, вменяет предпринимателям задолженности не за 3, а за 5-6 лет. Мы будем следить за развитием ситуации. Чем закончится резонансное дело, покажет время. В данный момент ситуация складывается таким образом, что арендатор фактически вынужден мониторить нововведения в законодательстве на предмет изменения формул или систем расчета. Пока же ситуация на особом контроле у местных правозащитников, в том числе и у полномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Олег Завьялов, Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.